ПОЭТЫ БЕССМЕРТИЯ Так что мы футуристы, и мы также сообщество восходящих людей, то есть мы восходим в духе, вовлекаемся в присутствие Божье, наслаждаемся Божьим облаком, облаком свидетелей, ангелами, и мы учимся управлению с небес, учимся функционировать с небес, говорить с небес и течь на земле в единении с Богом. Так что мы такое сообщество, сердца которых стремятся к единению. Это так просто, Христос в тебе, упование, славы. Мы в нем, он в нас, и отсюда у нас безграничная жизнь, безграничные творческие способности и, возможно, все. Становимся голосом. Сегодня мы примемся за тему довольно необычную. Думаю, об этом я не проповедовал за свои 15 лет служения. Это послание представляет для меня некий напряг, потому что оно сильно касается меня самого. Я обращаюсь сейчас к вам, но в то же время и к себе, потому что говорю о том, что мы становимся голосом, голосом Яхве, то есть сотрудничаем с его голосом, становимся его голосом. Это трогает меня очень глубоко, потому что такое желание всегда было внутри меня, каким-то образом быть в сотрудничестве с Яхве, чтобы это заполняло меня, несло радость, экстаз, и чтобы я знал, что слово проникает, звук проникает, и музыка проникает через какие-то слои, чтобы коснуться сердца и пробудить истинную человеческую природу. Как человека, сотворенного по образу Божьему. Мы Адам, что означает «Алевс дам», а это означает «Божья кровь». Мы Божья кровь, «Алевс дам». И послание, и мандат наш в проповеди о том, что включены все, то есть любимы во Христе все, и руки Христа раскрыты. И мы можем входить в этот союз, и я хочу, чтобы эти слова выходили и несли перемену. Хочу видеть результат. Об этом я говорю сегодня. Становимся голосом. Сначала я хочу прочесть вам стихотворение, потому что вы стихотворцы, люди с воображением, поэты и мечтатели, глашатые. «Подойди к краю», — сказал он. «Как мне это нравится. Представьтесь себя и Бога, и ты на краю неизвестного». «Подойди к краю», — сказал он. «Не можем, мы боимся», — ответили они. «Подойдите к краю», — сказал он. «Не можем, мы упадем», — ответили они. «Подойдите к краю», — сказал он. И они подошли, и он толкнул их, и они полетели. Мне нравится это. Он толкнул их, и они полетели. Так что мы такая компания людей, которые могут летать. И Бог иногда дает нам толчок, хороший толчок, потому что он верит в нас больше, чем мы сами в себя верим. В Ефесянам нам сказано так, чтобы он просветил очи сердца нашего, чтобы мы увидели, к чему он призвал нас. Так что если ты поэт бессмертия, это потому что он уже мечтал об этом и видел это для себя. И стать этим, значит, просто принять то, во что он поверил для тебя. Нужно потом научиться танцу, участвуя в этом. Иногда нам нужен толчок. И надеюсь, мое послание будет для вас таким толчком. И в этом году вы окажетесь в местах, где раньше не были, и будете делать то, что раньше не делали. Так что мы — сообщество горящих сердец. Это название нашего служения. Бог дал мне слово о том, что будет на земле группа людей, которые заявят, что огонь никогда не угасает. Есть огонь внутри себя, огонь внутри меня, который выше нашего понимания. Я знаю, что исходит он не отсюда, не из головы, потому что я прошел испытания через оппозицию, критицизм, через свое собственное человеческое мышление и ограничения. Но снова и снова этот огонь побуждал меня и не оставлял мне выбора. Это огонь танца, огонь яха, троицы. И это взрыв внутри моего сердца, из которого исходит энергия и жизнь. Троица — это сообщество горящих сердец. И мы — сообщество горящих сердец. Так что свидетельство наше вот в чем. Огонь этот не угаснет никогда. Так что мы любящие и мы любители. Удивительно, что слово «любитель» происходит от слова «любовь». Производное слово на латинском означает «любящие» или «для любви». Так что мы не профессионалы, и я не стремлюсь быть таким. Мы любители и мы любящие. Да, мы хотим расти в своих навыках и в компетенции, но хотим, чтобы разум наш был всегда как у начинающего. Иисус сказал, что землю у нас следуют кроткие, то есть те, у кого разум начинающего. Так что, если мы считаем, что знаем немного, значит, мы квалифицированы знать много. И мы становимся голосом сегодня. Мы народ из другого мира. Клайв С. Юис в своей книге «Хроники Нарнии» пишет о двери, через которую могли пройти дети. И он провел туда это поколение, и будет много других писателей, глашатаев, подобных ему, голосов, звучащих в своем поколении, которые будут выводить нас в более обширный мир. Как Алиса, которая упала в кроличью нору и обнаружила себя в более пространном мире. И те, которые прошли через дверь в Нарнии, обнаружили себя в более пространном мире. И вот мы такие люди, которые приглашают других в более пространный мир, к великому творению и к величию видения Бога. Есть у меня такая мечта – видеть другой мир. Я счастливый эсхатолог, счастливый теолог последнего времени. Я не вижу тьму. Я вижу свет. Вижу свет ярким. И я иду сквозь частоту голосов новых поколений. С молодых лет, я сейчас немного расскажу о личном, я пытался понять, как же так происходит, как рождается голос. И Господь показал мне это в трансе. Он взял меня во время моей молитвы. Внезапно я вошел в дух и оказался в отрывке Писания. Это было со мной такой первый раз. Я в сердце своем обратился к чему-то, что произошло в те времена. Это из Евангелия Иоанна, главы седьмой. Иисус проповедует там перед многими людьми, и они недоумевают, кто же Он такой, и как Он делает то, что делает. А Синедрион был очень зол на Него, и они послали солдат арестовать Иисуса. Я буквально мог слышать мысли этих солдат. Да, вот это день для нас. Мы арестуем Иисуса. Наши родные будут очень рады. Мы станем известными. Возьмем этого сумасшедшего. И это будет такой плюс для нашей карьеры. И вот я около этих солдат. Здесь толпа людей. Среди них Иисус. И когда мы приблизились к Нему, Он что-то говорил, но я не мог разобрать слов и слышал только звук Его голоса. Он просто пленил меня, и я застыл рядом с этими людьми. И чем больше я слушал, тем больше уходил в транс и восхищение при звуке Его голоса. Потом толпа стала расходиться, Иисус двинулся дальше, и я слышал, как люди рядом со мной говорят, «Вау, вот это да! Пойдемте в Синедрион и расскажем им о том, что мы услышали сейчас». Потому что это было невероятно. Я прочитаю вам, как это происходило. Первосвященник и фарисеи отправили стражников храма арестовать Иисуса. И вот что делал Иисус в последний день праздника. Он разгласил громким голосом, «Если кто жаждет, пусть идет ко Мне и пьет. Кто верует в Меня, как говорит Писание, из чрева Его потекут реки воды живой». Дальше написано о том, что люди удивлялись. И в этом моем видении удивились и поразились все стражники храма. И они отправились в храм, думая, что там тоже изумятся слова Иисуса. Написано так, «Наконец пошли служители к первосвященникам и фарисеям, которые спросили, «Почему вы не привели его?» И они ответили, «Это просто круто!» «Но никогда не говорил никто так, как говорит этот человек». Так они ответили. И тогда их сердито спрашивают, «Так и вас он ввел в заблуждение». Ну вот, в тот день план стражников провалился. Но я слышал этот голос, я его чувствовал в этом трансе. Я почувствовал, что Бог ищет таких людей, которые понесут голос, понесут силу этого голоса, его чистоту. Звук этого голоса я слышал еще до того, как мог разобрать слова, и я знал, что звук этот другой. Он свыше. Так что вы, поэты бессмертия, призваны найти слова жизни. Слова жизни. Именно этого я и хотел. Я начал в пророческом служении. Хотел слов жизни, укорениться в них, стать смыслом этих слов, чистотой этих слов. Иногда так и получалось. Бывало, я заходил в магазин или в гараж, и присутствие Божье приходило на мой голос. Однажды я пришел в офис, чтобы взять в аренду машину. Я был погружен в Божье имя, в живые буквы, размышляя о Яхве. И вот подошла моя очередь, я обращаюсь к женщине, ощущая при этом чистоту и нежелание что-то говорить. Наслаждаясь в этот момент Яхве. И когда она услышала мой голос, она воскликнула, кто вы такой, потом поправила себя, нет, что вы такое. На мгновение задумалась и ответила себе сама, знаю, кто вы такой, вы наставник жизни. Я засмеялся и сказал, да, я наставник жизни, потому что мы поэта бессмертия, и куда бы мы ни шли, там течет жизнь. И подобных моментов много было в моей жизни. Помню, однажды я зашел в отель, подошел к администратору, и присутствие Божье накрыло ее. Она заплакала, и я сказал, это Божье присутствие. Девушке пришлось отойти в офис. Настолько глубоко она была тронута. А во Франции, я помню, разговаривал с группой людей в гостиной, и вдруг манера моей речи изменилась. Все смотрели на меня. Я зазвучал, как живое слово. И позже мой друг, Стивен, который был там, сказал, что звучало все как-то совершенно по-другому. И жена моя наблюдала это, когда такое не сходит на меня и течет через меня. Я знаю, чувствую это присутствие, когда, например, проповедую на конференции, люди потом подходят и говорят, я могу часов пять подряд слушать такое учение. Это лучшая проповедь, которую я когда-либо слышал. Дело не в лучшем, а в чистоте, в чистоте этого союза. Мы такой народ, которому нужно учиться этому. Ведь мы рождены оттуда, из той сферы. Ты один дух с ним, и призван ты быть не только своим голосом, но голосом многих вод. Голосом, который как гром и как шепот. И он как химия, и алхимия, и трансформирующая технология, которая меняет и преображает все творение через слова, не поддающиеся описанию. Ведь ты течешь из того мира, функционируешь из того мира. Именно словом Господь исцелил их. И я видел это. Я видел силу слов на исцеление. Помню, как исцелены были четверо глухих людей. Это было в Африке. Я желал их исцеления и провозгласил это на них. Я хочу, чтобы вы начали слышать. И молодой человек вдруг закричал «Я слышу, слышу!» и бросился искать своих родителей. Но пришло все это из этой энергии, из божественного, из славы, из того, что выше человеческого. Спасибо, Отец. Вот такая моя история. Я хочу глубже идти в этот союз. Я всего лишь начинающий. Я начинаю становиться голосом, но некоторую часть этого я вкусил. Я начал учить людей в очень маленьких группах. Такая школа духа в Южном Уэльсе. В комнате там почти никого не было, но у меня были эти встречи с Яфой, с Енохом, со святыми. И из этой жажды по другому миру я и начал такую школу духа вместе со своей женой, которая постоянно меня поддерживает. У нас была горстка людей. И Господь сказал, «Я хочу, чтобы ты делал подкасты». Я ответил, «Господь, но кто будет их слушать?» Он сказал, «Неважно, просто делай». Я сказал, «Господь, но у меня нет подготовленных учений». Он ответил, «Так, я открою тебе секрет творческого существа. Высвобождай, и у тебя будет больше. Я буду давать тебе больше. Если же ты держишь при себе, то у тебя уменьшится». И я начал делать эти подкасты, и я знал, что в моем голосе есть чистота. Я чувствовал разницу, и мои друзья знали это, и жена. Что-то происходило во мне через эти встречи. В последующие недели и месяцы несколько раз с подкаст-канала мне сообщали, что количество скачиваний увеличивается. Каким-то образом звук того, о чем я учил, распространялся по всему миру. И вот, спустя 10 лет у нас 4,5 миллиона скачиваний. Это не просто понять. 4,5 миллиона скачиваний, а сколько же это может быть людей? И все эти люди слышат чистоту голоса. А я – это просто я, но это я в нем. Я кайнос, новое творение. Я не экстраверт, но я хочу менять мир, и его любовь движет мной. Я люблю чистоту его голоса. Это ни с чем не сравнимо, когда чувствуешь энергию, исходящую из тебя, касаясь людей, живой, истиной. Так что мы – это те, кто хочет расти и становиться голосом. И любое путешествие начинается с малых шагов. Послание Колоссянам 2,6 говорит, «Точно так же, как вы приняли Иисуса, Господа нашего, Мессию, верою, так и продолжайте свое путешествие веры, возрастая в своем единении с Ним. Так что назначение нашего путешествия не на земле, не на небесах, оно в нашем союзе с Ним. И единение будет формировать будущее, союз будет творить будущее». За это время я научился находить покой в Боге. Довольно страшно было выступать на больших конференциях или перед пророками, перед множеством людей или в маленьких группах. Скажу честно, все это пугало меня. Но я научился находить покой в нем. Я научился говорить, «Господь, я имею покой в Тебе, чтобы Ты имел покой во мне. Я в Тебе, а Ты во мне. Я с Тобой, а Ты со мной. Мы одно». И я вовлекался в мудрость и в понимание и просил, «Встань надо мной аркой, снизойди на меня, Господь, Духом Святым, и покров мудрости пусть будет надо мной, пусть Он течет из меня». Это способность говорить священные слова, священные тайны, скрытые в блаженстве нашей любви. Пусть они преобразуют людей и несут им жизнь, и радость, и надежду. За все эти годы я имел такие прикосновения, но хотел расти в этом. Не из отчаяния, но благодаря призванию. Я чувствую, что есть такое призвание и на Вас тоже. Хотя Вам это может казаться совершенно другим, но это будет танец, это будет песня, звук, симфония, высшечеловеческого понимания, единение с Яхватой. В нем, а он в тебе. И это может творить миры. Я обнаружил, что все в служении исходит из единения, из того, что ты в имени, и ты молишься в этом имени, ты существуешь в этом имени. Быть в имени означает быть посаженным в нем. Суть не в том, чтобы использовать имя Иисуса в конце своей фразы. Суть в том, что ты существуешь в нем. Тебе даже не обязательно произносить имя Иисус, но ты произнесешь это, потому что ты в имени. И частота Яшиохамашиох изливается на тебя, исходит из тебя, движется через тебя. Это прекрасно. И это состояние поэтов бессмертия. Это то, что Джулиан из Нориджа называет «Стать одним», то есть войти в единение. Она придумала такое слово. «Стать одним», прийти в единение. Мы приходим в единение, в сопричастие, мы вплетаемся в Бога, поглощенные им. Во 2 Коринфянам 5,17 мы читаем, «Если кто в союзе, в союзе со Христом, то Он – новое творение». Здесь ключ к такой тайне. Все, что мы делали и все, что мы будем продолжать делать, это тайна, это становление Его голосом. Оно в том, что все начинается с союза, течет из этого союза. Иисус сказал, «Делайте все вместе со мной, потому что Я люблю вас, и в единении мы прекрасны». Вы – мое тело, Вы – тело Иисуса, Вы – лицо Его. Вы излучаете Его лицо, и голос Его излучаете Вы, и ничто больше не приносит полноту, как только это. Я видел, как сила Божья проявляется на целых толпах людей, как слова заставляют людей застыть на месте, плакать, смеяться. Слова изгоняют бесов, исцеляют, исцеление приходит на тела людей. И мы звучим, как глашатые. Поэзия, симфония, песни, которые звучат любовью. Так что мы произносим слова изнутри самой Троицы. Послушайте слова из послания Колоссянам 3.4. «Точная жизнь во Христе повторяется теперь в нас. Точная жизнь. Мы со-являемся, со-раскрываемся в том же блаженстве, соединенные в союзе с Ним. Точно так же, как Его жизнь раскрывает себя, так твоя жизнь раскрывает Его. Его жизнь раскрывает тебя. Мы со-раскрываемся. Он любит твое лицо, твое звучание. Ему нравится, как ты выглядишь, как ты говоришь. Он уникальным образом будет говорить через тебя. В царстве нет клонов. Вы – поэзия, сотворенная вручную, рожденная из сердца Троицы. Я научился функционировать из этого голоса. И иногда он сильно звучит на мне. И мне пришлось научиться партнерствовать с Ним. Иногда я забываю быть этим голосом и становлюсь каким-то обыкновенным, расслабленным. Но мне нужно научиться культивировать это, вступать в это. Это радость, это не напряжение. И речь здесь не о нравственности, а о том, чтобы быть настоящим, быть тем, кто Я реально есть. Мы рождены из Сиона. И есть в нас то, о чем стинает все творение. Оно жаждет освободиться от смерти и тления, от хаоса, чтобы жизнь поглотила смерть. И нам нужно быть глашатами жизни. И мы, люди, увидим это. Мы увидим, как будет увеличиваться сила наших слов. Господь сказал Иеремии вот что. Послушайте, это слово для вас. Вот я вкладываю огненные слова в твои уста. А люди, они ведь, как горючее вещество, готовое вспыхнуть. Мне нравится это. Он готов вкладывать свои слова в твои уста, чтобы начинать пламенные революции, пробуждения, сдвиги, перемены, культурные реформации, движения. Он вкладывает в тебя огонь, а люди это горючее вещество. Мне так это нравится. Вспомните, Мартин Лютер Кинг сказал, «У меня есть мечта». И чистота его голоса пленила людей. И он принес культурную революцию через любовь без насилия. Посмотрите на это и ощутите это. Этот народ поднимется и найдет смысл своего кредо. И истина эта станет очевидной. Истина о том, что все люди сотворены равными. У меня есть мечта, что придет день и на Красных холмах Джорджии вместе соберутся сыновья тех, кто были рабами и тех, кто были рабовладельцами. Они вместе соберутся и сядут за братским столом. У меня есть такая мечта. Мечта о том, что придет день и четверо моих маленьких детей будут приняты не по цвету своей кожи, но по чертам своего характера. Такая мечта у меня сегодня. Как это сильно, настолько сильно нам нужно такое поколение именно сейчас. Новые глашатые, новые поэты, создающие другие песни без насилия, злобы и хаоса, но с любовью, радостью, миром, семьей, единством, союзом, славой и надеждой, с надеждой, которая не разочаровывает. И когда смотришь на свою жизнь, то видишь, что Бог готовил тебя к чему-то определенному, и ты понимаешь, что еще в юности твоей Его рука была на тебе, и мысли твоей, мечты твоей были какими-то особенными. для меня стал особенным дедушка Рэйчел Эрик Дэвис. Я был в его доме, и он наставлял меня. Он дал мне старую книгу, это был дневник Джорджа Уитфилда. До того я не читал ее, не слышал о нем, не слышал о пробуждении, и с упоением читал эту книгу о человеке, который собирал толпы вокруг себя. Он привлекал к себе необыкновенное внимание. Когда он замолкал, можно было слышать, как упала булавка. Слова его были словами глашатые. Около десятка миллионов, видимо, слушали его за всю его жизнь. Джордж Уитфилд писал так, толпа людей являют удивительную готовность слушать. Даже в Лондоне я не замечал такого внимания и такой тишины. Я прочитал эту книгу, и она что-то совершила во мне. Он входил в маленькие дома и путешествовал повсюду, но звук его голоса был таким, что его невозможно было сдержать. И слова его несли людям восхищение и наслаждение и надежду и перемены, и мне захотелось нести тот же самый ритм, то же биение сердца, тот же поток. Эта книга зацепила меня и фактически перевернула. Возможно, подобное было у вас. Вы увидели произведение искусства или услышали стихотворение. И в этом призвание Бога для вас, осознание Христа за ущерб от себя. Ты создан для большего. Иди за мной. Осознай, кто стоит у твоей двери и хочет открыть себе новый мир. Джордж Уитфилд оказался таким для меня. Что-то он открыл во мне, а позже я обнаружил и других подобных ему. Я прочитал дневник человека по имени Чарльз Финней. На его словах была такая сила. Он сказал так, «Эта сила это просто огромное чудо. Много раз я видел людей, которые просто не могут выносить слова. Простое, обычное утверждение способно сразить человека, как меч, и он вдруг падает со своего сиденья, лишаясь силы, становясь как мертвой. Несколько раз со мной было подобное, что я не мог возвысить голос и произнести слова молитвы или ободрения и говорил лишь слабым голосом, чтобы в святости не давлеть над присутствующими». Он пишет также, «Я видел такое, что множество людей в собрании облекаются этой силой, и атмосфера всего этого места как бы заряжается жизнью Бога». Мне так это нравится, это трогает меня даже сейчас, когда я говорю. Готовясь к этому посланию, я чувствовал, что Господь хочет, чтобы я говорил об этом, и я чувствовал в то же время себя уязвимым, потому что знал, это пробудит во мне большую жажду, а я тот, кто остается в покое и в радости, но я услышал этот зов о том, что есть больше для вас и есть больше для меня, и чувство присутствия «Облако свидетелей», Чарльз Финней, Джордж Уитфилд, Мартин Лютер, Жанна Гейон, другие глашатые, такие люди, как Жанна Д'Арк, у которой были видения и встречи с Господом в ее юности, и она отправилась к королю и сказала, что способна помочь ему вернуть себе трон, и она была успешной. Даже свою короткую жизнь она изменила свой народ благодаря силе веры и благодаря тому, что сама верила в слова, которые произносила. Эти вещи трогали и формировали меня. Нас называют и вас, и меня, поэтому бессмертие, чтобы идти дальше и мечтать и мыслить выше, потому что есть что-то в нас сверхчеловеческое. Мечта настолько мощная. Такая мечта. Иеремия сказал так, слово его было в моем сердце как пылающий огонь в моих костях. Я пытался сдержать его, но не мог. Должна была появиться такая группа людей, как вы и я, с таким огнем, с таким посланием, которое удержать просто невозможно. Это должно выйти наружу. Через произведения искусства, поэзию, какие-то действия, через песню. Потому что есть это побуждение, это пристрастие и просто одержимость. Это нужно выпустить из себя. В этом сердце, поэтому бессмертие. Мы имеем небесное достоинство, ценность выше всяких слов. Это мы хотим донести до каждого. Все любимы. Троица говорит непрерывно, они в постоянном танце. Как Иисус говорит, Отец мой действует постоянно, и я вместе с ним. Так что мы соявлены со Христом. Колоссянам 3,4 Мы соявлены с ним в том же блаженстве. Соединены в одно с ними. Мы уникальная смесь. Все мы очень разные, но все из одного источника. Послушайте слова Павла в послании Агалатаму 2,20 Помазанник живет свою жизнь через меня. То есть я содержу в себе помазанника. Мы в союзе, в единении. Моя новая жизнь облекается в силу через веру в Сына Божьего, так возлюбившего меня, что Он отдал жизнь свою за меня, растворив свою жизнь во мне. Эти слова так нравятся мне. Он растворил свою жизнь во мне. Так что все, что нам нужно, это открыться этому потоку. Мы приходим в союз, медитируем, входим в покой, успокаиваемся в нем, и потом открываемся этому потоку. Этой синергии, этому явлению. И тогда это просто чистый экстаз. Это то, для чего мы были созданы, задуманы. Это самое чудесное, что только можно представить. В этом я еще младенец. Я перед вами не как эксперт. Я перед вами как тот, кто начал это путешествие и что-то уже увидел, но кто хочет жить и расти дальше в чем-то, становясь голосом. Енов показал мне на небесах, что мы подходим ко времени, когда будем названы насаждением праведности, насаждением Господа, для явления величия Его. И мы восстановим заброшенные, опустошенные места и будем восстановителями развалин и поколений. Мы исцелим генетику и опустошение поколений. Бессмертие и жизнь поглотят всю землю. Это будут самые великолепные времена, которые когда-либо видел мир. Я хочу закончить цитатой от Патриции Кинг. Она сказала так, то, что Господь намеревается сделать, будет шокировать очень многих. И несмотря на всех, кто противостоит революции, будут и другие, которые примут ее. Это Алас. Это люди, которые прыгают на борт и следуют на территорию, которой путь еще не проложен. В предстоящие дни Бог проявит то, что никогда еще не было видано. Это будет поражать наше воображение и расширять наше мышление. Хочу ободрить вас. Мечты Бога намного выше. Нам нужно позволить этим мечтам поглотить нас в этом Его зов. Его наследие для святых. Его несравненно великая сила. Для нас, кто верует, и мы будем видеть, что это означает. И снова убедимся, что лучше он сберег напоследок. Спасибо за ваше внимание. Я призываю вас подниматься к этому. Хочу закончить стихотворением. Ведь вы поэты. Это Дэвид Адам в прошлом векарии. Я читал его книги о кельских святых. Послушайте. Ты назвал меня по имени. В ночи, сквозь годы, ты назвал мое имя. В смехе и в слезах и слова всегда звучат по-разному. Они пробуждают уши, чтобы ты поднимался и просыпался, отбросив все сомнения и страхи. Твоя любовь всегда открыта для меня и даже больше. Я должен знать, когда день превращается в ночь. Ты всюду, куда бы я ни шел. Моя любовь зовет меня к свету, зовет меня при каждом вдохе, зовет меня подниматься из смерти. Спасибо, что слушали меня. Чудесного времени вам. Увидимся снова. Субтитры сделал DimaTorzok